Помашите. Я здесь на балконе корабля. Мы вас видим. Настроение на пять, даже если этот круиз затянулся. На этом лайнере кто-то с февраля поднялся на борт в Индии. В программе отдыха были Израиль, Мальдивы, Греческие острова, Хорватия. Когда мир изменился, изменился и маршрут. Стали заходить туда, где принимали. Запереться в своих каютах приказали после Крита, когда подтвердился диагноз у одной из пассажирок. У нас трехразовое питание. Нам полностью дают все, что мы хотим. Чай, кофе, полотенце. У нас есть горячая вода. Мы видим, что творится с нашими же соотечественниками, которые находятся сейчас в Индии и в других странах. И, конечно, это страшно. Завтрак, обед и ужин. Нам оставляют под дверью. На борту Коста-Виктория 85 россиян. Каждый день созваниваются с дипломатами. Создали русский общий чат. Держатся. Ждут разрешения на вылет, понимая, что с этого корабля им сразу на карантин. Свет, вас обязательно вытащат. Терпение вам. Как команда себя ведет? Команда ведет себя хорошо. Вот что я хотела сказать, что даже дети, которые были в комнатах без балконов, очень много семей было по эконом-скидочным пакетам, то есть в каютах без окон. Всем дали каюты с балконами. Тем, у которых дети дали каюты с Уит, где есть и джакути, и там большая квартира. То есть Коста позаботилась о том, чтобы мы не задыхались в каютах. В такие каюты нас всех разместили. В каждой каюте есть телевизор, где мы можем смотреть.